здравствуйте как деду удается получать такие урожаи вот вдалеке виноград лора это у нас саженцы яблонь крупная яблоня сформированная виноград цитрусы свои дед получает урожаи лимонов апельсинов мандаринов кункватов я уже рассказывал о получении удобрений из конского навоза куриного помета но конский дает нам микро макро алименты курином содержится в основном больше фосфора но курином содержится очень мало азота в конском тоже он быстро выветривается если полежит под открытым небом как могли получать урожаи 17 18 веке крестьяне из чего они делали получали азот азотные удобрения мочевина карбамид можно получать самим своими руками из воздуха до нашем воздухе которые мы дышим содержится и кислород и азот и углекислый газ вот перед вами цветет это растение видно вот посмотрите она высотой сейчас полтора метра вот я сейчас подхожу к нему на уровне сисек видите она сейчас цветет это горох обыкновенный горох и сахарные сорта есть лучильные сорта я получаю семена свои ни от кого не завишу следующем видео я расскажу как как сохранить семена чтобы они пролежали без жучка до января февраля месяца вот это вот растение из воздуха забирает своими листочками азот и клубеньках в земле содержится клубеньки бактериями оно азот это там фиксирует земля потом которая берется после урожая гороха когда он уберется я беру для цитрусовых не надо покупать мочевину потому что в этих химических удобрениях она они подкисляют почву сильно закисляют почву натуральная же азот он не закисляет он способствует такому вот росту вы видите что грох я сажаю рядом возле винограда посмотрим потом урожай винограда когда дед будет собирать а сейчас рух цветет через 8-12 дней будем собирать и урожай гороха и азотные удобрения будем получать видите вот он уже отсыл вот я опустился мака корточки здесь и трава растет такая же жирненькая и причем он горох сам служит сидератным удобрением после сбора можно будет вот это вот использовать для компоста перегной использовать а вот такие вот уже завязи маленькие видите вот осталось восемь дней и она созреет но таким 12 дней надо для созревания очень полезно детям даже без супа ребенок подошел сел и пускай есть сколько не съест все будет в пользу это не яблоко что больше двух яблок сел и желудок расстроится и причем горох это настоящие провитамины которые содержат всю таблицу менделеева в следующем видео мы будем собирать уже через 12 дней горох я вам расскажу как же можно получить такие полутора метровые заросли гороха видите вот длина 10 метров ширина почти полметра чтобы можно было зайти с этой стороны собрать урожай и можно было зайти с той стороны и обязательно вот такая вот решетка она позволяет зацепиться растению и держаться таким столбиком а не лежать на земле видите он до самого конца установлены решетки решетка должна быть минимум полтора метра спасибо что смотрите канал деда кликаете по рекламе пока